так же болтаем как краску разводим мы еще водно-спиртовым потом прошли да простой обезжиркой до прошли смотри видишь как капли собираются теперь подыми свою здесь я вот начну вот так уливать вот посильней здесь она полностью обволочет сколько бы я не заливал она сворачивается катышкой да да не жира там соли да а у тебя она как бы ну нормально делать и бумаги прилепить посмотреть у тебя он прилипнет после вытирания потому что когда ты затираешь ты намагничаешь деталь этим трение да потом вот бумажку прилепил посмотрел она тебя есть прошелся водно-спиртовым обезжирил опять бумажку лепишь она уже не липнет кстати как я снимаю опять же у нас вот многие там думать да пыль пыль у вас на детали это же не песок правильно что у вас на детали ворс вот такой легкая пыль дать на ее притянуть это не туалетная бумажка она в тысячи раз больше весит чем пылинка а деталь у вас имеет положительный заряд и если у вас вот эти летают там с волос всякие пылинки она все естественно деталь поэтому ну водно-спиртовой не игнорируйте если хотите прям четко покрасить вливаем сюда краски сюда краски да немножко так для наглядности берем 646 r12 такая же хрень никого не слушайте седьмой и восьмой короче всякая хуйню тут сюда тоже это я сюда на люше мне удобнее было заливать все смотрите заливаем сюда кто не видит можете подойти ближе посмотрите что происходит заливаем вот у нбшный разбавитель также заливаем также болтаем солнце смотрим вот у краев видишь то есть вот ведь видите да разница и вот так же сама она у тебя кипит на детали она не может улечься ровно и зерно у тебя не ровно ложится то так кто так кто тогда она не отвалится краской ничего с ней не будет но она будет лежать неправильно и у вас будет яблочность полосы ну всякая вот эта шляпа как краску разводим то есть века обычно каждый производитель по-разному есть жидкие краски есть более густые то есть вики это примерно 80 процентов разбавителя до 100 процентов то есть ну один к одному да да то есть берем кто не может понять правильно развили нет что вам нужно для правильной покраски пока вы не натренировались то есть понимать и вычислить быстро что вы делаете неправильно пошла ваша грень да а чего она у вас краска вас густая или у вас давление маленькая да то есть краску вы развели поэтому вы уже уверены что у вас сто процентов краска разведена правильно значит мы это исключаем да у нас остается что давление плохое до либо пистолет далеко либо растворитель говно то есть вот здесь заливаем 100 грамм здесь будет наверное 18 секунд я такой не крашу конечно секундомер есть ты можешь снимать вон секундомер возьми раз два три все засекли секундомер ждем сколько она стечет здесь отверстие 4 миллиметра в стаканчике ford это стандартно 100 миллилитров кратко как остановится нажмешь ну здесь будет секунд 18 мы сейчас пожиже сделаем это вам даже на глаз примерно правильно сказал 21 объем это густовато нам для базы будет то есть вы ее накрасить и либо шагренью либо вам и разбивать придется чуть-чуть добавили та же самая краска у нас до чуть-чуть добавили разбавителя также наливаем делать это лучше в перчаточках как дядя лежа делай 1 2 3 но даже в банке он видишь зерно спокойно стоит 1638 в принципе то идеальный вариант потому что люди приезжают ученики у меня тут ложился там это игры как ну потому что он был у тебя закончилась ну тут такая машина что не хотелось обратного что ты ждешь я говорю я тебя предупреждал игры ты видел как надо делать ты делал как надо решил попробовать как не надо вот тебе результат зачем вообще спрашивать об этом как надо как не надо вы на пробуетесь еще окно и чтобы у вас было меньше пыли меньше статики так иди включи там первую крутилку покраска берем салфеточку на сайте тоже она есть подача у меня на всю всегда откручена все и погнали смотрите ну как как и красили первый слой мы не закрашиваем первый слой у нас идет вот такой на пыльный но равномерный понял дальше сюда видишь вот это когда ты здесь останавливаешься обратно идешь у тебя пистолет здесь задерживается не макри сейчас она заматовеет увидишь вообще разница и она сейчас у тебя зерно она уложится еще то есть даже если даже сейчас вот сделают пятно мокрое капец она у меня все равно разойдется на нем не будет яблок и вот многие десятками лет ебутся понимаешь и не могут понять то есть видели она сразу растянулась и старые ролики вот можете мои посмотреть я там крест на крест метелочкой преретушировали что получается мы метелочкой преретушировали мы сухарей туда нахуярили вот и все потом берешь липкую салфетку вот заметь сейчас сейчас ты посмотришь липкую салфеточку берешь есть в моих старых видео я так беру смотрите сколько опыла салфеточка нужно а если ты правильным растворителем красишь тебе находит отопыл не надо убирать его не будет вот давайте с вашей у кого подсохла деталь вот первая деталь у нас подсохла человек вообще без опыта красть вот салфетка да ну есть на ней немножко все вот я протираю тщательно есть опыл нету почему потому что она все красиво и правильно разлеглась ни сухарей ничего магия то есть им разведете покрасить его поснимаете опыл когда у вас тряпка на нем застревает блин понимаешь вместе с краской обязательные паузы делаем 10 минут неважно что у вас уже высохло вы видите что у вас уже все красиво 10 минут вам нужно чтобы у вас зерно разлеглось чтобы у вас этот слой зафиксировался и сделал небольшой барьер для вот этих ваших всех противов все курите и и и Субтитры сделал DimaTorzok Пистолет После межслойной паузы Где-то положили, где-то что Обязательно проверьте Не сбилась ли у вас настройка То есть не присохла ли краска Просто в сторону вшипнули Дальше пошли красить Давай, так же наносишь Расслабься Заходи за края Не останавливайся на край Вот видишь, он сейчас мокренько положил Не совсем равномерно На это не надо Обращать внимание и пытаться выровнять Разбавитель Сам сделает свое дело У тебя все разляжется и все будет ровно Давай, следующий Ты вообще не вкрасил пистолет? Да, снизуешь Как-то хорошо Получается Вообще без опыта Да, выходим Не забывай Вот тут, видишь, иди сюда Видишь, он даже борщинок Сейчас через 10 минут Видишь, яблочки Через 10 минут Они сами разойдут Ты обходи с этой стороны Яблочный Вот ты немножко наполосил Вот сейчас посмотришь Вот оставь так Вот здесь вот Вот, оставь так Видишь, полость у тебя Оставь так Чуть-чуть выше надо пистолет держать И посмотришь Через 10 минут Все, вот тут вот Пройди Полосили вот так Да, видите Не надо пытаться закрасить Пока она мокрая Даем высохнуть Вон, видишь, как оно ровненько лежит Спокойненько зерно лежит Вообще не двигается Вообще не двигается Что, я залил То есть тебе На всю покраску один стаканчик Один под краску Один под лак Тебя заебок Опять же, смотрите Вот когда красите, да Краска, видите Ну, плохо укрывает какой-то металлик Какая полупрозрачная Особенно с подбора возьмите И вам там чудеса наделают с биндером Да, они там у них есть в своей химии То есть вы можете Первый слой напылить Второй слой улить Мокрый прям сделать Пусть он с яблоками Пусть он у вас с полосами, да Но вы уже улили, набрали слой Все, хорошо сушите там 15 минут И два слоя таких легких прошли Вот так, ну, меньше времени уйдет На покраску Так, давай с тебя Вот так, да С такой скоростью и иди Смотри за туманчиком Не приближайся пистолетом Иди, я может он к потолку повесил Чуть быстрее иди, не мочи Во, хорошо Во, видишь, как он ложит Такой слабенький дождик матовый Не надо уливать Ты ее закрасишь все равно Давай ему Чуть быстрее, не мочи Выходи, не выходишь Во, вот таким напылом и иди Не мочи Последний слой вообще сделаем припыльный Еще, смотрите, вот сейчас высохнет Посмотрите Бывает, что вы работаете Пятисоткой Да, пятисотки нету Четырехсоткой прошли У вас глубокая риска Цвета, допустим, черные вы возьмете Он у вас кроет с первого слоя Да даже пятисотку Если вы черным пройдете, покрасили У вас база высохла Вы смотрите Капец, все видно от вашего, как вы терли от шкурки Да, это не значит, что у вас кривая, плохая деталь Вы плохо ее подготовили Просто одного слоя краски Это капец, как мало для того, чтобы улить вашу риску То есть вам нужно как минимум три слоя сделать Покрасили три слоя с межслойками База у вас замотовела Смотрите Если барашков нету, все хорошо Если вы видите где-то какие-то даже местами барашки Еще слой проходите Ваша задача Залить риску краской Бля, вот вообще пиздат Видели, вот как он ложил это Слой у него такой, как бы туманчиком идет Он не мокрый Не надо стараться увидеть краску Стараться увидеть, вы будете на лаке Вот на лаке вы будете в глянец подливать Пока не заблестит На краске делаете такой туман полуматовый Равномерный дождик Прямо вот так вот туманчиком проходит Побыстрее Видишь, на третьем слое уже профессионалы На, у себя, у тебя может тут не закидаться яблоки Так же закидай Потом им дадим Все, закидывай таким сухим слоем Быстрее, быстрее веди, быстрее К пистолету привыкли Страх пропал Последний слой такой же, как первый идет Понятно, да? Не напрягайся Кисть Кисть не работает Уже когда все покрасим Будешь тренироваться Во-первых, вылетай Во-вторых, кисть должна работать Слои мы все делали 10 минут межслойную паузу Сейчас мы будем делать 20 Для чего? Если вы первый слой где-то Скосячите и положите мокрый Чтобы у вас Лак не раздвинул зерно Поэтому нам нужно, чтобы она подсохла Если вы сделаете потек И у вас база там мало высохла У вас потечет вместе с базой зерно, да? Если вы уже подсушите И у вас вдруг потечет лак То он у вас не потянет за собой базой Вы его свободно сполируете потом Потеки на глянце не особо страшны Вы его выполировали Все в гляне сделали Но если у вас деталь в шагрении И у вас какой-то большой потек Это стопроцентный перекрас Почему? Да, вы его уберете Но вы сделаете лысину на этом месте У вас будет все в шагрении А это место лысое Поэтому где-то капелька внизу небольшая Не страшно Если уже большой какой-то потек А деталь у вас нужна шагренистая То есть при полировке потека Вы сделаете лысину Это будет видно проплешину То есть это вам надо лак опять замотовать И опять строить шагрень на лаке Хотя А на лаке вот сейчас мы наоборот Мы будем Первый слой у нас напыльный А потом будем набирать Способа покраски на лаке много Но мы основные два разберем Первый это который вы идете с большой скоростью С малыми проходами Быстро проходите Он у вас не прокрашивается Возвращаетесь И до результата пока не прокрасите Смотрите где-то не словили Где-то пропустили Можете подкрасить Лак вам позволит То есть если вы перепыл сделаете на лаке Он это проглотит И второй способ То есть для начинающих Он наиболее стремный Это когда вы уже в мокрый слой идете И прям красиво-красиво в глянец Раскладываете сразу на небольшой скорости Здесь большая вероятность потеков Здесь вы первый слой нанесли Вторым он у вас уже начинает подсыхать Вы второй слой идете Он уже у вас не так будет течь То есть ну это безопаснее Можете попробовать два варианта Сейчас можем попробовать сразу с быстрого Там в следующий раз будем красить Можете попробовать сразу у клянец Бывает так, что вот вы прошли первый слой Скорость у вас большая Следите за слоем Вы поймете У вас не наполнилось краской Спустились Второй слой прошли Опять не наполнилось Ничего страшного не будет А с его третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый пройдете Пока не укроете Пистолет не держите слишком далеко Потому что это, во-первых, сухари Да, и ученики в основном Все боятся придвинуть ближе пистолет Потому что это потеки Не надо его бояться сделать Сделайте, сделайте Увидите, что это расстояние критическое То есть вы сюда приехали Для того, чтобы учиться и увидеть ошибки Если вы их здесь не увидите А приедете домой И там увидите Скажите, что это? Да, то есть не надо бояться сделать здесь Не задумывайте над этим Все, сделали Не прокрасилось Еще раз прошли Видите? Да, вроде бы все покрасил Обязательно Отошли от деталей Вот так вот сбоку посмотрели Вся ли она блестит Если где-то мутное пятно Можно покрасить чисто лаками Все, застеките 15 минут И будем разводить лак Единственное, что безграничное Кроме неба Это образование Лучшее будущее Начинается именно здесь Сегодня учишься А завтра хорошо зарабатываешь Новые цели Требуют новых знаний Море знаний И океан возможностей Где возможности ускоряются И растут Сделай свое время дороже Книга «Бери и делай» Уже на сайте Лак будем использовать 40-10 Многие спрашивают Какая разница 40-10 или 40-20 Разницы никакой нет Это просто на разных заводах делается Лак один и тот же Отвердителя в лаке В грунты Никогда не перебарщивайте Бывает уже Когда начинают К похолоданию И человек думает Ну, чтобы быстрее высохло Добавлю чуть побольше Отвердителя Чрезмерное количество Отвердителя Приводит к тому Что материал у вас будет резиновый Обратите внимание Красить Сейчас мы с вами будем Ну, есть такой миф Автомаляров Они не мифы Оно так и есть Как бы То есть Есть пистолеты задачные Есть универсальные Да Универсальные Это Которым можно там Допустим И базу И лак красить Есть задачные Сейчас мы будем Красить И ватой ЛС-400 Идет за 1.3 Это Базовый пистолет То есть Он предназначен Больше для базы Но мы им покрасим Лак Большой разницы Вы не увидите То есть Есть у меня У друга То есть ЛС-400 Тоже Она идет У него Именно лаковая Да Там Крутелки желтые Не зеленые Как здесь И Ну я Разницы особой Не почувствовал Да Она может и есть Но незначительная Когда вы уже будете Ну Более профессионально Относиться Когда у вас Появляется Денежка Под базу Под лак Брать не 1 А 2 Пистолета Вон как здесь В ящике Чтобы 15 пистолетов Да То есть Тогда вы уже Себя побаловать Чем-то другим Покрасить Захотите Да Вы себе Купите Там Любой пистолет Но на старте Я не думаю Что это Самая первостепенная Важность Которая На которой Будет Все Станет Светковым Да Потом и китайцами Можете покрасить Попробовать Регулировка Здесь у меня Тоже Смотрите У меня Подача Лака Идет На всю Откручена Я регулирую Просто факел Какой мне Надо Давление В среднем Двоечку Делаю Да То есть Факел Откручен На всю Если вы Зажимаете Факел У вас Уже Не полный Потенциал Пистолета Идет То есть Факел Полностью Сделали Правильной Густоты Материал А дальше Уже Нанесением Регулируем Скоростью Прохода Да Все параметры Пистолета Он полностью Раскрывает Свои возможности Когда у вас Игла Раздушена Да Никогда Вы его душите Это как на машине То есть Она вроде бы И пошла бы 240 Да Но там Под педаль Кирпич Положили И здесь То же самое Она способна На много Но вы Этого не делаете Первый слой Так же На пыльный Делаем Такой легкий Не старайтесь Посмотреть Что вы делаете Легкий Видишь Он такой Сейчас Я пока Возьму Угу Не крути пистолет Кистью работай Кистью не забывай Работать Увлекаешься Отлично Но рука напряжена Кисть привыкай Потом Отдельно потренируйся Пустым пистолетом Давай На пыльный слой И делаем Шагра большая Нам не нужна То есть Потом мы По шагрении Это будет Отдельный урок Где мы Будем строить За счет Первого слоя Да Сейчас нам Шагрение не нужна Слой мы запустили Пока мы все покрасили Тот уже можно красить Вот То есть Я пошел Вот чуть медленней Чтобы заблестело Проходы Большие Не делаешь Смотришь Вот так Прошел У тебя Уже так Если еще Не блестит Еще раз Возвращаешься Может с моего Идти Место Чуть медленней Шланг Сзади Надо держать Шланг Сзади Надо держать Еще слой Пройди Ты его Придерживай Вот там Да Давай Все по низу Пробил Следующий Еще раз Чуть-чуть быстрей Ага Вот так Главное не тормозить А? Нет Что? Не грестит Нет А, да и хуй на него Тут главное По низу еще Пройдите Следующий Ну она будет Еще немножко Играть Сама неровность Потому что Ну здесь Слоев Очень много Красный Здесь мы с вами Пока такой Тренировочный Сделаем Еще Сверху Давай В обраточку Еще Большие Пробелы Не делай Чуть медленнее Не Разведи Еще Пойдем Еще Разведем Чуть-чуть Я уливаю Вот Он у меня Как бы С шагренькой Вот Посмотри Он стоячий Он стоячий А у меня Он уже пошел Я тебе О чем Оговорю Я сейчас Влил Вообще В мокрый Вон И видишь У меня Какая шагрень Никуя Не будет Потек Не торопись Заливай Прям Делай Прям Мокренько Здесь даже Есть прикол Он почти Вот тут Еще Подлей Он у тебя Почти Не бойся Не бойся Прям Уливай Не Мне интересно Почему Не течет Потому что Лак Так У тебя Даже Может быть Пойти Наплыв Вот Смотришь Ёбан В рот Потекло Утром Приходишь У тебя Ничего Нет Разницу Видишь Ну и так Покрасишь Клиент Клеения Коленя Посып Блядь Понимаешь Скажешь Ни Стерб Блин Туда От нас Получается Да Да Это Они Сполироваются Все Хорошо Да Еще Слой Можешь Полить Себе То есть Она Через Полчаса Она Сама Растянется Давайте Вот так Поставим Заговоренное Видишь Намоленное Намоленное Ну Сегодня Такое Видео Просто Открытый Урок Да Был Ну Хотя Вот Даже Когда Мы Не Задаем Тему Уроку Кто Внимательно Слушает И Кому Это Нужно Да Не Специалистам Которые Блядь Лучше Всех Да Действительно Нормально А в адекватном Люде Которым Требуется Какое-то Обучение Всегда Можно Схватить Даже В середине Ролика Что-то Очень Важное Которое Тебе Поможет Просто Кардинально Исправить Направление Своего Развития Да Это Первое Вот Андрей Да Андрей У нас Приехал С Петропавловска Камчатска Заехал К нам То есть Дорога Дальняя Чтобы Увидеться Пообщаться Посмотреть Как Тут Что И Он Хочет Обучаться Через Какое-то Время Но Для Себя Он Сегодня Открыл Очень Много Так Вот Что Ж Он Для Себя Сегодня Открыл Кан Самольск На Амуре А я Че Сказал Петропавловск На Камчатске Это Все Равно Ебиняющее Тем Девять часов На Самолете Что Туда Что Туда Ладно У нас Был Ученик Учился Сво Шкраф Ну Давайте Узнаем Какие Впечатления У него Сегодня Сложились Сейчас Им Дам Микрофончик Я Лаки Больше опыта Чем Я Допустим Сегодня Увидел И ощутил Это Да Я Даже Не Знал Да Я Просто Зашел Поздороваться Узнать Когда Проходят Как Оно Проходит Узнать Мне Очень Поравилось Здесь И коллектив Хороший И Помещения Хорошие То Есть Очень Много Разновидностей Разных Пистолетов То Есть Можно Попробовать Изучить Все То Кому Что Будет Непонятно Ради Бога Вот Честно Я Здесь И Человеку Мне Как Человеку Очень Понравилось Других Я Не Знаю Где Я Пробовал Там Наоборот Не Так Учат Честно Скажу Здесь Все Пробуешь Своими Руками Большое Спасибо Олег Грессеров Все Ребята Работайте Правильными Качественными Материалами И Будет Вам Счастье На Сегодня Все Здоров Всем Крепкого Настроения Бодрого Добра Бабла Хлеба И Мирного Неба Да Продолжение следует Продолжение следует